здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о торговой площадке ready to buy о том что это такое с чем это едят и каким образом это можно использовать прежде всего что такое ready to buy как я уже сказал это торговая площадка но я думаю что сегодня в 21 веке вы очень многие знаете что это такое такие вещи как amazon как ebay как aliexpress alibaba taobao и подобных вещей очень много интернет торговля сегодня но это уже норма то есть мы покупаем какие-то чехлы для телефонов сумки какие-то вещи в сад в огород в конце концов да и это происходит уже нормально но в чем отличие того что предлагаем и в ready to buy мы объединили четыре вещи продавцов клиентов дистрибьюторов и так называемые клиентские единицы или customers units сокращенность и и сейчас я вам расскажу о каждой из этих вещей отдельно достаточно кратко в чем выгода ready to buy для продавца во первых ready to buy нацелен на работу на очень плотное сотрудничество с локальным бизнесом с бизнесом который вы видите когда идете по городу увидеть какие-то магазины которые продают одежду бытовую технику или продают свои услуги пусть это какое-то туристическое бюро то есть мы нацелены изначально именно на локальный бизнес на то чтобы создать платформу которая поможет локальному бизнесу продавать свои продукты не только в городе в котором он находится но точно также в стране в которой находится этот бизнес и за рубеж по всему миру что получает прежде всего продавец регистрация на платформе бесплатно вы заходите регистрируетесь заполняете форму проходите верификацию ну то есть подтверждение того чтобы реально существующий бизнес вам можно доверять с вами нужно работать и в принципе все вы выставляете свою продукцию на сайт платформы и вы не платите ничего до этого момента и вы сами определяете какое количество комиссионных вы готовы заплатить дистрибьютором в том случае если они продадут ваш продукт когда мы как продавец попадаем на какую-то платформу большую платформу крупную который есть на сегодняшний момент не буду называть имена то вы являетесь одним из тысяч подобных бизнесов и какой-то гарантии или какого-то рычага у вас нет чтобы увеличить свои продажи то есть по факту вы просто попадаете на платформу и ждете случае с ready to buy есть один очень важный момент предлагая заплатить комиссионные дистрибьютором за то что они продадут ваш продукт вы их заинтересовываете тем самым сотрудничать с вами и соответственно наша задача была создать некое такое объединение да то есть дистрибьюторских систем дистрибьюторских сетей с реальным локальным бизнесом для того чтобы вместе копируясь они могли делать каждый свой бизнес и таким образом мы получаем очень интересную вещь вы определяете самостоятельно какое количество комиссионных вы готовы заплатить когда продаются тот или иной продукт в каком-то продукте вы заплатите вы готовы допустим заплатить пять процентов в каком-то 10 в каком-то 20 в каком-то 30 и абсолютно понятно чем интереснее ваш продукт чем больше ваши комиссионные тем большее количество дистрибьюторов по всему миру вы можете заинтересовать своей продукции в чем выгода для дистрибьюторов у меня вопрос как часто вы как дистрибьюторы сталкивались такой ситуации что вы приходите к своему клиенту и предлагаете ему свой продукт неважно что вы продаете функциональное питание замечательную косметику может быть бытовую химию какую-то потрясающую неважно но как часто вы сталкивались тем что клиент не готов заплатить деньги именно за ваш продукт просто потому что он хочет ближайшее время купить диван или они откладывают всей семьей деньги на отпуск или просто потому что он обещал купить ребенку велосипед то есть по факту перед вами сидит клиент в этот момент и вы пытаетесь продать им именно свой продукт и он в принципе платежеспособный клиент но он не хочет платить деньги конкретно за ваш продукт и мы сталкиваемся как дистрибьюторы с этим постоянно и наши люди наши организации сталкиваются этим постоянно и соответственно там десяти подходов клиента клиенту далеко не все подходы заканчиваются успехом далеко не все заканчиваются продажей представьте себе на секунду что теперь когда вы обращаетесь клиенту вам даже не нужно продавать ему какой-то конкретный продукт вам нужно задать ему только один вопрос а что ты планируешь купить в ближайшее время что ты планируешь купить ближайшие 10-15 дней и человек вам просто говорит что я хочу купить диван я хочу купить велосипед я хочу купить там к кофеварку да или я хочу купить там не знаю мебель в свой сад или я хочу там мы копим на отпуск мы хотим купить хорошую путевку и все что вам нужно сделать в этот момент как дистрибьютору просто сказать а теперь давай пойдем на площадку давай пойдем на платформу и выбрать тот продукт который есть на платформе предложить то что хочет клиент это по сути за что он готов заплатить но в данном случае для него это будет возможно более выгодное предложение как таковое и в данном случае для нас как для дистрибьюторов это решает колоссальное количество вопросов потому что только представьте себе на секунду насколько эффективным становится дистрибьютор когда каждый практически каждый подход клиенту у него заканчивается по факту продажи и мы с вами как дистрибьютора прекрасно знаем что успешная сеть успешный товар оборот успешная структура она строится только тогда когда 80 90 процентов товарооборота делается именно клиентами то есть не дистрибьюторы а именно клиентами конечными клиентами которые приобретают те или иные продукты среди тубай у вас появляется возможность постоянно растущего ассортимента потому что с каждым месяцем будет привлекаться все больше и большее количество бизнесов которые будут предлагать свои товары и услуги и тем самым у вас будет постоянно растущий товарооборот еще один очень важный момент задумайтесь на секунду вот у каждого из нас с вами есть какой-то список знакомых список контактов некий лист до контактов и все эти люди они так или иначе делают покупки безусловно но на сегодняшний день сколько подобных контактов у каждого человека 400 500 человек совершенно точно в соцсетях в телефоне и подумайте о том что каждый человек это в принципе ведь семья и в этой семье два человека мама папа как минимум да и они зарабатывают деньги и безусловно часть этого бюджета своего семейного они тратят на квартиру на квартплату на питание но порядка 30 процентов от этого семейного бюджета каждый месяц они тратят на покупки покупки которые в принципе им способен предложить ради тубай и вот в данном случае вполне возможно что это люди которые не станут вашими дистрибьюторами но став клиентами площадки и делая покупки на площадке получают этого выгоду как клиенты они будут совершать товарооборот за который вы будете получать комиссионную в чем выгода для клиентов на сегодняшний день когда мы используем подобные площадки как клиенты то по факту мы даже не знаем очень часто где мы покупаем продукт вот допустим находясь в каком-то городе в вашем городе сегодня задайте себе вопрос а у вас есть площадка вот такая торговая площадка на которую вы могли бы выйти и проверить доступность продукта который вам нужен вот лично вам нужен допустим какие-то цветные подушки но в рамках вашего города вот если такой поиск если такая возможность когда мы работаем с какими-то крупными торговыми площадками допустим покупаем детям игрушки у нас даже с вами нет контакта с продавцом мы даже не знаем где он находится мы не знаем где лежали эти игрушки может быть они лежали на складе да ну вот я всегда рассказываю такую ситуацию что у меня знакомые купили детские кубики и пакет с этими детскими кубиками он пришел через интернет все хорошо и они оставили на улице зимой слава богу потому что утром когда они вышли они обнаружили что лед и снег вокруг этого пакета растаял можете представить чем должны быть намазаны эти кубики из какого пластика они должны быть сделаны чтобы они при минусовой температуре остопили снег и лед и к сожалению мы при современных торговых площадках как бы не имеем возможности контактировать с продавцом напрямую а очень часто хотелось бы да хотелось бы это делать если возможность на торговых площадках сегодня контактировать с новыми начинающими дизайнерами ну модники модницы это оценят потому что такой возможности нет да то есть вы не можете выбрать какую-то страну вы не можете посмотреть каких-то дизайнеров которые вам нужны и вот в этом как раз ключевое отличие потому что мы даем возможность благодаря нашей площадке ready to buy клиенту сделать как бы локацию до выбрать локацию бизнеса и он понимает что это бизнес который действительно реально существует что за этим бизнесом стоит какой-то реальный физический человек который делает этот бизнес который продает свои товары или услуги и мы даем возможность клиенту связываться благодаря этой площадке связываться напрямую и делать сделку и покупать продукцию еще один очень важный плюс для клиента заключается в том что если вы как клиент пошли на площадку и вы не нашли свой какой-то специфический продукт ну допустим вы хотите какого-то зеленого единорога с фиолетовыми ушами желтыми глазами я не знаю бирюзовым хвостом к примеру а ну нет такого на площадке то вы всегда можете нажать кнопку ready to buy готов купить описать свой продукт и отправить заявку и описать сколько вы хоть готовы заплатить как вы хотите что выглядел ваш продукт и просто нажать кнопку готов купить и уйдет заявка это еще один очень важный момент и в платформе радио в ready to buy и я думаю что в ближайшее время эта функция превратится в очень мощный инструмент потому что с одной стороны этой функции ready to buy будут клиенты которые делают заявки а с другой стороны будет огромное количество бизнесменов которые будут осматривать эти заявки просто выполнять эти заявки выполнять то что хотят клиенты предоставляя товары или услуги что касается четвертого блока это customers units да так называемый сию сокращенно что такое сию сию customers units сокращенно сию это клиентские единицы каждый раз когда вы хотите сделать покупку любого товара как клиент на сайте ready to buy вам нужно пополнить свой внутренний кошелек допустим вы покупаете джинсы которые стоят 100 долларов 80 долларов из них вы оплачиваете в долларах их спишут с вашей карты или вашего банковского счета а 20 долларов вы сделаете оплату в виде сию то есть их спишут с вашего внутреннего счета в бэк-офисе для чего вам как клиенту сию сию повышает вашу покупательную способность каким образом за счет чего допустим мы стартовали в декабре месяце прошлого года и люди которые пополняли тогда кошельки свои сию они пополняли их по курсу один к одному то есть если человек клал 100 евро то у него на счету появлялось 100 сию на сегодняшний день на данный день то есть курс 1038 это значит одну простую вещь что человек который в декабре положил на счет 100 евро на сегодняшний день то есть он не тогда он получил 100 сию на сегодняшний день эти 100 сию равно же тысячи с лишним евро то есть получается у клиента есть возможность больше потреблять его покупательная способность выросла вы мне зададите нормальный вопрос почему сию не умеет падать и а кто это все будет оплачивать отвечу на оба вопроса почему сию не падает курсию только растет он не может падать потому что у него нет не заложено это формуле за счет чего он растет каждый раз когда на платформу приходят новые клиенты это повышает ценность платформы для продавцов и соответственно курс сию то есть курс нашей с вами да то есть вот ценности как клиентов наши с вами общности на этой платформе резко вырастает когда этих клиентов пришло 100 курс вырос на определенную сумму 1000 он вырос намного больше потому что чем больше нас с вами на этой платформе тем выгоднее мы для продавцов теперь возникает нормальный вопрос кто как бы собственно все это оплачивает За чей счет банкет-то, да? Потому что я положил, допустим, 100 евро, а вдруг это превратилось, там, курс вырос, и это стало 150 евро. Ну, для меня это как для клиента замечательно, но я же должен понимать, откуда взялись эти 50 евро. Давайте посмотрим, что происходит сейчас на рынке. Колоссальное количество продавцов, и становится все больше и больше. Они борются за наше с вами внимание, они придумывают какие-то абсолютно безумные акции, какие-то скидки, какие-то безумные рекламные ролики. И два колоссальных бюджета сегодня есть в рамках любой компании. Это бюджет на рекламу, это бюджет на продвижение товаров. Придумываются какие-то менеджеры, какие-то воронки продаж. Просто какое-то фантастическое колоссальное количество приемов, спецтренинги какие-то по продажам. Ну, интернет просто заполонен всеми этими вещами. Так вот, есть один маленький вопрос. Зачем продавцу отдавать деньги кому-то, чтобы кто-то ему рассказал, как получить нас с вами, клиентов? Пусть продавец тратит меньше, но отдает эти деньги нам, клиентам. Вот эта идея, она достаточно проста. Зачем тратить усилия, зачем тратить колоссальное количество денег, когда можно дать нам, клиентам, эту возможность. И за счет этого будут расти наши СЮ, и за счет этого покупательная способность наша, как клиентов, будет расти. И, соответственно, нам, как клиентам, выгодно покупать у продавца, который нам за это платит. Таким образом, подводя вот такую, может быть, такую черту, такой итог этой краткой презентации Ради Туба, я хочу сказать одну простую вещь. Платформа объединяет четыре сегмента. Продавцов. И для них есть целый ряд колоссальное количество выгод, реальных выгод. Дистрибьюторов. Для них есть возможность перевести бизнес на совершенно другой уровень. И, скажем так, расти вместе с компанией. То есть, где ассортимент просто фантастический, колоссальный. Это может затронуть каждого клиента. Это выгодно для клиентов. Как я уже говорил, потому что он может действительно понимать, что он покупает у конкретного локального продавца. Он может найти на платформе именно тот продукт или того продавца, который его устраивает, который ему нужен. И, безусловно, для всех этих людей, и для продавцов, и для клиентов, и для дистрибьюторов, сию представляют колоссальную ценность. Потому что они являются тем цементом, который связывает эту общность и превращает торговую платформу не просто в какое-то место, где встречаются клиенты-продавец. Нет. А это некое сообщество, которому очень выгодно сотрудничать и копироваться друг с другом. Потому что дистрибьюторы, они помогают продавцам. Продавцы, они заинтересовывают клиентов, они заинтересовывают дистрибьюторов. Клиентам выгодно сию и выгодно, скажем так, сотрудничать и с дистрибьюторами, и с продавцами. То есть и вот этот новый формат взаимоотношений в рамках торговой платформы, казалось бы, вещи, которые уже привычны, это то, что делает Ready to Buy по-настоящему уникальной вещью. И это не мое личное мнение, поверьте мне, потому что я общался с очень большим количеством специалистов и в области торговых платформ, и в области дистрибьюторской, то есть среди, скажем так, людей, которые действительно занимают очень высокий уровень в мировой позиции, то есть в мировых рейтингах. И мы обсуждали с владельцами консалтинговых компаний, с владельцами сетевых компаний эту возможность Ready to Buy, в частности, в США. И оценка одна, то есть что это просто произведение искусства, это некая уникальная вещь. И мы действительно с очень большим энтузиазмом смотрим на этот проект. И я думаю, что в ближайшие годы, и мы будем работать над этим, в ближайшие годы Ready to Buy даст колоссальные фантастические возможности и для продавцов, и для дистрибьюторов, и для клиентов. Поэтому прежде всего я хочу сказать одну вещь, что тот человек, который вам, может быть, прислал или дал эту краткую презентацию, он дал вам ее, чтобы вы просто познакомились. Безусловно, в рамках 15, буквально 20 минут, ну невозможно рассказать о Ready to Buy. Если вы получили какой-то интерес, вас что-то заинтересовало, сделайте одну простую вещь, разберитесь в этом. Просто разберитесь, дойдите до сути, да. Разберитесь с каждым из конкретных блоков, поймите математику, поймите бизнес-процессы, как это происходит. Потому что на самом деле, ну это мое личное мнение, что появление Ready to Buy это действительно сегодня очень-очень-очень большая возможность 21 века, и то, что мы делаем сейчас с этим. Поэтому не использовать ее, не воспользоваться подобной возможностью, мне кажется, была бы ошибкой с точки зрения бизнеса. Поэтому добро пожаловать, обращайтесь к тому человеку, кто вас пригласил, кто дал вам это видео, приходите на наши презентации, приходите на наши вебинары, смотрите дополнительные видео, изучайте эту информацию и добро пожаловать в команду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...